Бро, ты до сих пор переплачиваешь за игры, а из рандома падает один шлак? Есть решение, заходи на soulsbuy.ru Ведь только здесь ты купишь батлу первую за 35 рублей, Майнкрафт за 12, а фифу вообще за 50. Хватит переплачивать и начни играть прямо сейчас вместе с soulsbuy. Ссылка в описании. Привет всем любителям смотреть видео о играх, в нашем случае серии Fallout. Думаю, не ошибусь, если скажу, что бурление в комментариях по поводу какая часть фола лучше, зачастую вызывается обычным подмечанием положительных или отрицательных сторон Нью-Вегас или Четверки. Отчего-то в голове детей всегда находится тот самый кусочек мозга, который должен обязательно сравнить две абсолютно разных игры. При этом сделать вывод этот кусочек сам не может, в силу своей неразвитости, и тогда на помощь приходят авторитетные источники, которые этот вывод сделать сумели. Развесив уши, обладатели неокрепших умов начинают всасывать в себя чужие мысли, засоряют голову и бегут делиться своим мировоззрением с интернетом. В словесных баталиях гибнут тысячи солдат. Вот батальон логики разбомблен дивизионом сквернословности. А здесь войны мудрости прыгают на штыки, оллокивания и затраливания. Одни поливают отходами олдфагов, другие, вооружившись другой коричневой субстанцией, бегут на ньюфагов. Смотреть на все это со стороны иногда даже забавно. Но порой тебя и самого причисляют к первым или вторым. Из-за моей искренней любви к творческому первенцу студии Black Isle, а также немного недоношенному, но пролежавшему в инкубаторе из патчей и фиксов плоду студии Obsidian в лице Нью-Вегас, конечно же лучшие комментаторы обозвали меня олдфагом. Говорят, мол я хуже того самого человека, низких моральных принципов и отважно дизлайкают. Мне не жалко, чем бы дитя не тешилось, но всегда пугала откровенная тупость людей, которые не смогли ничего доказать, сдулись по фактике и все же продолжают перечить. Неужто все настолько плохо и своего мозга уже нет? Сегодня хотелось бы сделать вывод. Вот у нас есть олдфаги, люди поклоняющиеся старым фолочам и уважающие Нью-Вегас. А есть ньюфаги, предпочитающие Fallout 3 и Fallout 4. Исходя из этой концепции, я бы хотел наконец понять, а кто я? Итак, я являюсь большим поклонником первой части. Прошел ее вдоль и поперек десяток раз точно. Люблю получать лучшее в игре оружие, убеждать создателя в том, что он не прав, и убивать смотрителя самым жестоким образом. Однако, вторую часть я до конца не прошел ни разу. Пропылесосив всю карту и открыв чуть ли не 95% территории, я выполнил много квестов. Я побывал в Нью-Рино, Сан-Франциско, Модоке и городе-убежище. Да что там, я даже дважды нашел 13-й волн. Однако, завершить игру я не был в силах. Сказать честно, развеселый и переставший казаться серьезным второй Fallout зашел мне не сильно. Миссию с призраком я считаю такой же глупой, как и мальчик в холодильнике из четвертой части. Но об этом позже. Теперь давайте возьмем третью серию. Первый Fallout с видом из глаз. С его выходом я потерял счет времени, ведь наконец мой любимый мир открылся для меня с другой перспективы. Я мог походить по нему и потрогать ядер колу, спуститься в убежище и посмотреть на их потолки. Но самое приятное, это увидеть небо. Сюжетная же трешка меня далеко не порадовала. Но один-два квеста, вроде Tenpenny Tower, намекали. Я в фолочи. Поздравьте меня. Трешка показалась очень неплохой игрой, которую отчего-то ругали большинство поклонников первых игр. Мне же казалось, что запустить проект, на который всем положить, и лишь кучка фанатов до сих пор ждет хоть чего-то, это очень отважный шаг, и новые разработчики потратили и без того приличное количество денег и сил на реализацию. Но теперь, когда серия вновь заявила о себе, в сиквеле беседка позволит себе сделать еще качественнее. Но затем произошел анонс New Vegas. Честно сказать, я был немного поражен тем, что игру доверили другой студии. Тем более Obsidian, парням, которые до этого делали прекрасные игры, но чересчур забагованные. Собственно, это и ждало нас на старте. Бесконечные косяки игры, вылеты и невозможность проходить некоторые квесты. Спустя несколько десятков заплаток, игра наконец преобразилась и... Стала выглядеть как тот самый старый Fallout, но на механиках нового. Я тогда один раз прошел игру, понял, что она отличная, но при этом на все я потратил часов 25. Мир я практически не исследовал, и без того хватало игровых проектов, которые были мне по вкусу. Спустя лет 5 я перепрошел New Vegas с более тщательным изучением всего и вся, и влюбился в нее окончательно. Для меня это теперь одна из любимейших игр вообще, наряду с The Last of Us или первой частью Fallout. На самом деле, в период с 10 по 15 года, когда я еще не вышел в Fallout 4, я стал задумываться о создании канала. Мне нравятся многие игровые проекты, и изначально я планировал записывать все, к чему лежит душа. На этом канале были даже летсплеи по Left 4 Dead и Portal, но они мне были особо не в радость, и в какой-то момент я их снес. Перед этим, сняв первый выпуск, мы ищем пупсов. Особого роста канала не было. Я от нечего делать, со скоростью одно видео в два месяца что-то ковырял. Лишь в этом году я с головой погрузился в рабочий процесс, и теперь мы имеем то, что имеем. Но в 2015-м никаких 32 тысяч подписчиков еще не было, и я просто ждал Fallout 4 с мыслями об игре от Bethesda, в которой они сделают все, к чему пришла концепция 3D Fallout. Да, ребят, 4 Fallout мне нравится не очень. Это шутер, которым моя любовь осталась где-то в начале нулевых. Но я считаю, те, кто винит противников в четвертой части, немного неправы. Со стороны Bethesda некрасиво было выкупить права на культовую ролевую игру, превратить ее в экшен-РПГ, а затем позволить мастерам ролевого жанра на этой концепции немного вернуться к корням. Даже Fallout 3 относительно Fallout 4 смотрится как образцовое РПГ, а это уже страшно. И тем не менее, если отбросить жанровые скобки и рассмотреть Fallout 4 как отдельный проект, все хорошо. Это прекрасный экшен по мотивам любимой миллионами франшизы, в котором можно строить свои поселения, вступать во фракции и крафтить себе снаряжение. В этой игре я провел 56 часов при первом прохождении и еще часов 30 при втором. Это были веселые часы, и я бы не сказал, что жалею о них. Вот только спустя время я не могу вспомнить ни одного интересного момента из тех прохождений, в отличие от предыдущих частей. И что в итоге? Я всем сердцем люблю первую игру, равнодушно отношусь ко второй, мне очень понравилась третья, но при этом от Нью-Вегас я просто без ума. Четвертая часть мне в целом понравилась, было весело провести в ней время, но вновь зайти в нее меня не тянет. Так как назвать такого человека? Олдфак? Но ведь мне нравится тройка, и мне положить на двойку. Ньюфак? Но я десяток раз прошел первую игру и обожаю Нью-Вегас. Я считаю, что делить людей на какие-то слои и группы это глупо. Нас много, у каждого из нас должно быть свое мнение. Если вы закрываете глаза на что-то одно в году второго, при этом только потому, что кто-то вам так сказал, то вы зря так поступаете. Давайте любить серию со всеми ее взлетами и падениями, ведь именно она смогла подарить нам часы прекрасных приключений, знакомств с интересными героями и решениями, которые мы сами выбирали. Пусть это будут крупные решения, вроде взрыва целого города, или мелкие, вроде посадить мне перед домом тошку или арбузы. Спасибо за ядер лайк и комментарии, а также подписку и колокольчик. Любите хорошие игры. Всем удачи и пока.